Всем привет! В этом видео поговорим о режиме Mix-Tick. Режим представляет из себя смесь переменного тока и постоянного тока прямой полярности. На переменном токе происходит очистка алюминия от оксидной пленки, а составляющая постоянного тока прямой полярности служит для дополнительного тепловложения. На постоянном токе прямой полярности тепловложение выше, чем на переменном токе, ну и соответственно за счет этого мы получаем больше тепловложения при той же силе тока. Плюс к этому получаем меньшую теплонагрузку на электрод, ну и горелка будет меньше греться, что по сути тоже является плюсом. Особенно этот режим актуален на однофазных сварочных аппаратах, где максимальная сила тока достаточно сильно ограничена. Данный режим широко распространен на европейских сварочных аппаратах. Из российских аппаратов он есть у Воспарка и у Ниона, из китайских у Тритона Лютик. Переходим к настройке аппарата. Циклограмма в принципе остается стандартной, точно такой же как в режиме постоянного тока или переменного тока. Для перехода в режим Mix нажимаем левую кнопочку верхнюю, соответственно под надписью Mix загорается зеленая кнопка. Основные настройки режима Mix скрыты под кнопкой Quick Setup. Здесь мы можем выбрать процентное соотношение по времени переменного тока от 10% до 90%. Далее идет настройка времени цикла от 1,1 секунды до 1 секунды. Далее идет составляющая постоянного тока DC- в процентном соотношении от переменного тока. Можно выставить от 50% до 150%. На правом дисплейчике у нас отображается процентное соотношение, на левом – сила тока в амперах. Далее идут настройки, касающиеся переменного тока, то есть это баланс, частота переменного тока и форма волны переменного тока. Покажу настройки, которые мне больше всего понравились в работе. Составляющие AC выставляем 50%. В принципе, это заводское значение. Все заводские значения на данном аппарате обозначаются точкой. Время цикла – 0,1 секунды или можно поставить 0,2 секунды. На более длинных циклах, по-моему, немного не хватает очистки. DC-составляющая выставляем 100% от AC. Соответственно, сила тока на DC соответствует силе тока на AC. Баланс ставим или заводское значение, или можно даже немножко в плюс увести. Частота переменного тока тут как бы на ваш вкус. Мне лично больше понравилась в этом режиме частота 80 Гц. Ну и форма волны – квадрат или прямоугольник. Сварка в режиме Mix с циклом в 1 секунду выглядит вот так. А с циклом в 1,1 секунды выглядит вот так. Вот что получилось в результате при сварке в Mix с циклом в 1,1 секунды. Очистки, в принципе, хватает, но я бы сказал, что эффект очистки уже на пределе. Ну и для сравнения сварка с циклом в 1 секунду, как видно, по шву тут положение гораздо больше было, чем при сварке с циклом в 1,1 секунды. Но эффекты очистки уже, по-моему, недостаточно. То есть даже во время, ну вы, наверное, слышали, во время сварки треск. Это свидетельствует о том, что оксидная пленка уже недостаточно хорошо разбивается. Ну и еще из минусов сварки в Mix режиме, дуга в этом режиме не такая устойчивая, как при сварке на переменном токе. То есть, бой сильнее гуляет. Это, в принципе, критично на небольших толщинах, но так как сварка в Mix режиме в основном применяется на каких-то массивных деталях, то этот минус не такой уж и критичный. Если у вас возникли какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях. Спасибо за просмотр!